здравствуйте с вами канал поповское подворье меня зовут екатерина сегодня мы с вами будем готовить тушенку и свинину в автоклаве для этого нам потребуется свинина черный перец лавровый лист соль и баночки для того чтобы положить туда мясо вообще тушенку нужно делать по рецептам которые есть автоклаве нашем автоклаве домашний стандарт есть вот такая книга в которой написано лучшие рецепты для автоклава здесь есть специальный рецепт тушенки мясо закладывается по норме 490 грамм 4 грамма соли репчатый свежий репчатый лук 7 грамм черный перец пол грамма и лавровый лист одна штука я лук если честно в тушенке не очень люблю поэтому лук я не кладу но опять же кому как на ваше усмотрение давайте начнем готовить перец черный по граммовке я не отмеряю на весах когда делала первый раз и конечно я все отмерял на весах все было четко но сейчас поскольку делаю уже не первый раз то черного перца я добавляю где-то 45 горошин на банку пока я буду добавлять перец и вообще раскладывать лавровый лист хочу с вами затронуть сегодня интересную тему тема того как мы вообще решили я решила стать блогер понимаете я очень много смотрю каналов и блогеры в частности деревенских тоже и меня всегда интересует вопрос что вот в основном если вы смотрите часто деревенские каналы и замечаете в основном деревенские блогеры все люди взрослые лавровый лист я кладу по половинке вот такого листочка большого если маленький листа целый получается все деревенские блогеры в основном люди уже взрослые то есть кому за 40 они уже показывают что у них есть там хорошие дома налаженное хозяйство большое все такое конечно здорово но я очень видела очень мало молодых блогеров именно начинающих молодых те кто пытается что-то делать то есть таких как мы потому что хозяйство мы вот своей семьей с мужем начали заниматься с 2019 года летом 2019 года мы переехали в этот дом и начали заниматься хозяйством сегодня на январь 21 года у нас уже прошло два пороса в прошлом году уже у нас уже свои поросята мы уже в этом году вырастили и продали мясом именно своих поросят которые родились у нас в хозяйстве то есть есть определенный нажитый опыт есть аж свои ошибки в процессе вот того как вы будете смотреть наше видео возможно вы подскажете нам что что-то мы делаем не так итак давайте приступим к нашей тушенке лавровый лист и черный перец мы положили сейчас мы с вами будем закладывать мясо мясо закладывается 490 грамм на банку мясо у меня здесь полужирная свинина будем закладывать 490 грамм на банку еще немаловажный момент не мельчите слишком мясо не делайте очень мелкие куски достаточно крупно должно быть нарезано не так чтобы прямо огромными кусищем потому что их будет кушать неудобно а такими средними но не совсем мелким потому что мелкие просто рассыпется и будет каша давайте приступим пока я буду измельчать мясо будем с вами разговаривать поскольку я довольно часто смотрел многие каналы то у меня возник вопрос а почему бы нам не показать мужем как мы начинаем все как мы с нуля все начали как купили дом переехали завели хозяйство огород заниматься всем этим нам нравится и в общем получается неплохо несмотря на то что мы молодые сможем и переехали не так давно у нас небольшой опыт но все равно у нас многое уже получается и есть чем поделиться и выслушать мнение других людей если будет если кому-то захочется дать нам какой-то совет тому с удовольствием его послушаем я конечно не утверждаю что будем прислушиваться но послушаем обязательно почему мы решили заняться хозяйством у меня муж я еще вам уже говорил в прошлых видео что он абсолютно городской ну вот решили попробовать себя именно в этой сфере заняться хозяйством в связи с тем что продукция сейчас очень мало качественные вот решили попробовать начало получаться стали заниматься дальше появились клиенты на мясо стали заниматься переработкой и все стало ладится я вообще считаю что если в деревне любой абсолютно может прожить если не лениться и работать еще такой немаловажный момент я вот хотела рассказать вам вообще затронуть эту тему спросить вашего мнения как вы к этому относитесь тому что многие вот семьи молодые да и вообще молодые молодые ребята прям бегут из деревень как не знаю от чумы какой-то то есть из деревни скорее стараются убежать девушки хотят побыстрее выйти замуж за городских обязательно и богатых молодые парни тоже бегут из деревни чтобы скорее там вы уехать города там заниматься чем-то то есть работать но в городе же не всегда хорошо и поэтому я думаю что людям наверное стоит задуматься о том а стоит ли ехать в этот город и что ты там найдешь если у тебя нет ни образования толком не какой-то там хорошей работы жилья в деревне ведь всегда можно найти работу в городе до городе с работой не всегда может получиться в деревне всегда можно найти работу деревне земля прокормит поэтому я вот если честно многих таких людей не понимаю потому что я видела этого очень много когда в деревне приезжала бабушки каждое лето я у нее гостила и не только летом вообще в другое время года постоянно приезжала и видела как девушки молодые да там убегают из деревни как не знаю откуда стараются там быстрее 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 чтобы там выйти в городе замуж а смысл убегаешь ты из деревни да хорошо если ты выучился получил хорошие какое-то образование более-менее нашел хорошую работу а если ты извините бы уезжаешь город ради того чтобы работать кассиром в магазине и получать 20 тысяч зарплату из них там 12 15 отдавать за жилье и жить впроголодь оно это оно нужно тебе то есть какой в этом смысл я всегда говорю вы подумайте прежде чем уезжать из деревень потому что мы вот с мужем городские люди абсолютно городские у меня высшее образование у мужа мы просто решили что в деревне жить действительно выгоднее именно для нас и мы у нас городе есть квартира то есть я понимаю если бы у нас ничего не было у нас городе есть квартира но мы просто поняли что деревне нам ближе деревне и продукты свежее воздух чище и то есть очень хочется чтобы и ребенок дышал свежим воздухом они тем что сейчас городе поэтому мы приняли такое решение совместно и она мы считаем правильная для нашей семьи когда мы переехали в деревню с мужем ну и раньше вообще когда я ездила бабушки в район не всегда было интересно когда люди в деревне говорят что вот в деревне нет работы и все такое не всегда было интересно знать почему нет работы я вот ни разу не видела что деревне не было работы в деревне есть работа просто есть люди которые не хотят работать и говорят о том что ее нет в любой деревне вот у нас если взять наш нашу республику в любом райцентре есть предприниматели которые занимаются зерном и наверное в каждом любом районе есть которые производят которые производят зерно. Элементарно можно устроиться к ним на работу. Если человек хочет работать, он всегда ее найдет. А если человек не хочет работать, то он и в городе не будет работать, не только в деревне. Поэтому, если у кого-то стоит выбор о том, что переехать в город и оставить деревню, я считаю, что стоит задуматься о том, что куда вы едете, куда вы бежите. Даже если так взяться, когда я жила у бабушки в деревне, я видела, что в каждой деревне, у каждого человека есть дом. Там дома у всех свои. Да, там кому-то от родителей достался по наследству, кому-то еще от кого-то. Ну, то есть это свой дом. Его не нужно снимать, за него не нужно платить арендную плату. То есть, вот, пожалуйста. В каждом доме есть готовые сельхозпостройки. Да, пусть они там не особо хорошего качества, да, какие-то. Но они есть, эти постройки есть. То есть ты сегодня уже можешь поселить туда какую-то корову, и она у тебя уже будет жить под крышей. И, то есть, ей будет где стоять, будет ее где доить. Ну, и также заниматься какой-то даже другой живностью. Корова, конечно, это крупно-рогатый скот, но даже элементарно про кур у шкурта точно найдется, где держать деревню. Далее, если дальше рассматривать деревню, да, в качестве того, что как в деревне вообще можно заработать. В деревне вообще у каждого хозяйства, вот у каждого человека, даже у кого-то, пусть там небольшой домик, да, там есть клочок земли. Земля есть. Даже пусть там пять соток они есть. Даже если ты посадишь какую-то картошку или какие-то корнеплоды, то в любом случае ты проживешь, прокормишь себя и свою семью. Вот сейчас, в период самоизоляции, мне кажется, многие столкнулись с тем, что это просто ужас. В квартирах жить очень тяжело. То есть это ты никуда не выйдешь. А ты сидишь в четырех стенах и просто ходишь с ума. И из-за этого распались и многие семьи. То есть, ну, много неприятного произошло в период пандемии. А здесь, когда у тебя есть твой двор, ты где-то поругался, например, поссорился. То есть в любой семье без ссор не бывает. Вышел во двор, как говорится, разошлись по углам, да, и все. Потом пришли, помирились, и все. А в квартире куда ты денешься в четырех стенах? Так и будешь сидеть. Поэтому я считаю, что деревня это очень хороший вывод, выбор. Еще немаловажный фактор того, что плюсов деревни ты всегда можешь прокормить себя и свою семью. Потому что вот мы даже сейчас, я сижу, смотрю, ну, вот сколько стоят заготовки, да. Если честно, у меня волосы стоят. Думаю, того, что цена на заготовки просто колоссальная. Огурцы. Вот скажите, не так же сложно вырастить огурцы? То есть никаких особых там приспособлений для выращивания огурцов не требуется. А если ты вырастешь огурцы, там посолишь трехлитровую банку, то сейчас трехлитровая банка огурцов стоит почти 400 рублей. То есть 400 рублей, как килограмм мяса. Банка огурцов. Какие у тебя на огурцы затраты? Только свет и вода. Все. Летом они у тебя сами вырастут. Ну, на семена ты потратил, да. Ну, рассаду ты посадил. Все. То есть рассаду пересадил в грунт, у тебя растет. Все. Вот, пожалуйста. Ты пособрал эти огурцы, засолил, по осени продал. Вот тебе деньги. То есть элементарно. Даже не то, что деньги. Ты можешь это все оставить для себя и кормить свою семью, кушать своей семьей. То есть это очень выгодно. Следующий немаловажный фактор, который играет в пользу деревне, это, конечно же, цены на жилье. Вы видели сейчас, сколько в городе стоит жилье. Это просто баснословная сумма. То есть, а зарплата 20 тысяч рублей, это средняя зарплата у нас в нашем городе Улан-Удэ, вообще, наверное, в республике. Потому что я не думаю, что у нас есть кто-то. Это, конечно, официальные данные могут говорить, там что, зарплата 35 тысяч, 40. Но это, опять же, официальные данные. А на самом деле, люди как получали, там, 15, у нас есть и 12 тысяч, кто получает, очень много таких. Поэтому цены, конечно, колоссальные. Даже сейчас стали давать, вот у нас в регионе дальневосточную ипотеку по 2%. Цена на новостройки просто взлетела. Вообще, цена кусается. То есть, вот мы смотрели квартиру, стандартная квартира, как дом 7 на 8, 56 квадратов. Сейчас стоит порядка 3 миллионов рублей. Откуда такие деньги возьмутся у простого работяги? А здесь, если в деревне дом можно купить, хороший, добротный дом тысяч за 600, и то за 600 можно купить. Ну, в отдаленных районах, там можно и дешевле, наверное, найти. Здесь, конечно, не говорится об удобствах, там, о том, чтобы был в доме туалет, вода в доме. Ну, элементарно, чтобы была печь, а все остальное можно уже в дальнейшем пристроить. Поэтому это еще один немаловажный плюс для деревни. Тем более, когда ты молодая семья и... Ой, ты молодая семья. В общем, для нас деревня – это идеальный вариант. Мы с мужем приняли это решение переехать. Если честно, ни разу об этом не пожалели. Несмотря на то, что город – это, конечно, хорошо, но мы, опять же, недалеко уехали, и мы живем не прямо в глуши, а практически на границе с городом. То есть, это не так далеко. Поэтому это был наш осознанный выбор. А так, деревня нам очень нравится. Заниматься переработкой мне очень нравится. Прямо доставляет мне удовольствие. Потому что, знаете, когда вот ты садишься за стол кушать и видишь, что у тебя на столе практически все свое. То есть, это свой хлеб, свое яйцо, мясо, картошка, разного рода заготовки. То есть, все-все-все, это все у тебя свое. Я уже не говорю о том, что свои еще полуфабрикаты, как это здорово. То есть, вот мы сейчас даже, когда садимся за стол, у нас практически постоянно есть хорошая колбаса, хорошее качество из мяса, которую мы делаем сами. Хорошая, вкусная колбаса. Всевозможного рода полуфабрикаты. Это пельмени, котлеты, бузы. То есть, все, что угодно. Очень огромный объем мясных именно продуктов. Я думаю, навряд ли кто-то в городе может себе позволить. Далее, это свежая ягода. То есть, я вам сделаю обзор, как мы запасаем на зиму фрукты. Я сушу яблони, сушу яблоки, сушу груши. Мы варим из них компоты. То есть, все получается очень вкусно и полезно. Шиповник также собираем, запасаем и добавляем. То есть, в компоты это все тоже витамин С. Очень полезно. В общем, что я вам буду рассказывать о плюсах. Вы, наверное, сами все это прекрасно понимаете. Сколько плюсов в жизни в деревне. Вы не подумайте, я никого не призываю жить в деревне. Я просто говорю свое мнение об этом. Потому что я молодая, образованная девушка. И выбрала жизнь в деревне. И не об этом не жалею нисколько. Итак, банки мы с вами наполнили. Мясо мы закладываем по плечике банок. Вы видите, что банки не полные. То есть, не под завязку. Потому что, если вы положите мясо целую банку, прям битком, то у вас это все вылится. То есть, вытечет сок и банки будут в потеках. То есть, и довольно жирный будет неприятно. А так это очень хорошо, идеально. Недаром написано в книге граммовка, что 490 грамм. И далее мы закладываем соль. 4 грамма на банку. Таким вот образом. Соль я завешиваю на весах. Потому что так на глаз очень сложно определить. 4 грамма. Поэтому соль завешиваю на весах. Планы у нас, конечно, с мужем большие по поводу хозяйства. Если все будет хорошо, то наше хозяйство будет только пополняться. Мы на это очень рассчитываем. Мы знаем, конечно, сколько это все требует сил. Но мы не боимся трудностей. И нас все устраивает. И закаляет даже. Банки у нас из КО. То есть, обычные закатывающиеся крышки. Сейчас мы закатаем банки. Банки у нас закатаны. Сейчас нам нужно одеть прижимные кассеты. Вот так они выглядят. Две половины. И сверху целое кольцо. Прижимные кассеты. Налить в автоклав 4 литра воды. И поставить готовится нашу тушенку. Поехали! Сами одели. Осталось нам налить в автоклав 4 литра воды. Поставить туда банки. И ждать, когда приготовится. Итак, дорогие друзья, наша тушенка приготовилась. Давайте откроем. Посмотрим, что же у нас получилось. Колки у автоклава откручиваются очень легко. Снимаем крышку. Донсад. И достаем наши банки. Посмотрите, как хорошо получилось. Жировая пробка еще не встала, потому что банки довольно теплые. Но уже можно брать их руками. У нас прошло где-то 8 часов. Как вот мы начали готовить. От закладки банок до сейчас, вот этого момента, прошло около 8 часов. То есть где-то около 2 часов она готовилась. Еще 6 часов остывала. Вообще можно доставать и раньше. Вот смотрите, как у нас все получилось. Все прекрасно. Еще вот баночка. За счет того, что мы положили правильно граммовку мяса. У нас ничего нигде не вытекло. Никаких нет ни разводов, ни потеков. Ничего и никаких ни крышек. Ничего не сорвало. Все получилось просто замечательно. Посмотрите, какая красота. Уже даже устанавливается жировая прослойка. Шикарная тушенка. Осталось нам снять прижимные кассеты. Снимаются они тоже легко. Таким вот образом. Ничего нигде не прикипает. Вот готовая баночка. Итак, достали мы все банки из автоклава. Посмотрите, какие они получились красивые. И буквально за считанные часы у вас получилось 15 банок вкусной, сочной, обалденной домашней тушенки. А с вами, как всегда, была Екатерина. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Ставьте лайки. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok